Мы собрались в небольшом, но очень тесном и, видимо, дружественном кругу. Помог для нашего сегодняшнего сбора – это событие довольно интересное. Это были книжки, не просто книги, а книги-документы. Подготовили эти уникальные документы, два объекта петербургских ученых, господин-технических сотрудников САГ Петербургского института истории Александр Шурупасов по левому руку от меня и, разговаривающий по мобильному телефону сейчас, как это принято, президент Константинович Берген, президент к исторической науке. Перед тем, как я передаду стол, ведущий отказ, что вообще всегда радует, когда будут активные документы. К сожалению, вся управление нашей студенткой исторической науки направлено на то, чтобы уничтожить документы как исторический источник. Завтра он употребляет, очень любит употреблять иностранные слова, типа нарратив, гендер, повседневность и прочие другие слова, заживая, что это все должно быть построено на одном – на историческом источнике. Публикация, интерпретация исторического источника и есть самое главное в деле историка. Лучше, чем сам документ ни один историк написать не может. Он может только его интерпретировать. Кроме того, какое у нас замечательное архивы здесь? Это документы главного образа из архивов ПСБ. Всем понятно, что архивы ПСБ в нашей стране так называют историческим, одни из самых труднодоступных. И документы из книг опубликовать еще более тяжело. Поэтому можно оценивать выход из этой книги как своеобразный подвиг. Перефразировав основой из героев Григория Горина, то это может быть и не подвиг, но нечто героическое в этом есть. На этом, с вашего позвоночника, я передам право. Дальше, выступать, ты стал как один, который тем более подвергнул прекрасную книгу. Да, ну, друзья, еще раз, уважаемые друзья, вот, этой темой я уже занимаюсь где-то достаточно долго, конца, наверное, где-то 90-х годов, и, так сказать, может быть, я случайно, может быть, как-то записывался с моего им этой темой. Так получилось, что я занимался вопросами вентилетации граждан, вот, и вне постоянно, в пасху, в том числе, как бы, ну, различные дела, как бы мне приходилось изучать. В том числе мне попадали дела на священников, которые работали на первой территории Ленинградской области, вот, и там материалы были очень интересные достаточно, вот. Вот, и где-то в 2001 году я изучал еще в одном из архивов, принимал с изучением немецких газет, которые выходили на русском языке. Это газеты, которые издавались в Кове, но и в других городах, вот. И первая моя публикация была, сейчас она принесла, кроме того, это такая раритет уже, как бы, стала газетка, первая моя публикация вышла в газете «Русс-православная», это 2001 год, номер один, двенадцать, это 2001 год, да, называется у нас «Судьба святыни», кто и как вывез иконы Тихонской Божьей Матери из России. Вот. Я, честно говоря, так-то иконы Тихонской Божьей Матери, как бы, особо не интересовался, вот, но когда вот этот материал у меня так случилось, что он мне, как бы, попал в немецких газетах и в основном уголовных дел, вот, я решил подготовить публикацию. Потом мне, друзья, так сказать, коллеги подсказали, что, оказывается, икона находится в тот момент, в 2001 году находилась в Соединенных Штатах Америки, и Гаркус, который эту икону вывез в свое время из России в американскую зону оккупации, затем в Америке, он собирался ее перелезать в Россию только при одном, ну, при нескольких условиях, когда они будут в России богомольческие власти и когда будут восстановлены Тиммерский монастырь. Вот. Свои статьи. Я изучил ряд материалов, уголовных дел и различные документы, как бы, да, и вот эта статья у меня вышла. Я в конце ставил вопрос, не пора ли вернуть правильную русскую судьбу на родину без каких бы то ни было условий. Вот. Потом еще в ряде газет у меня были публикации, я вот на конференции университета культуры выступал, да, что-то не стало, я наступно, в угол. С этой темой, как бы, да, что не пора ли вернуть икону, как бы, естественно, как бы, в церкви была доинтересована квадрат этой иконой, как бы, вот. То есть, эта вот первая публикация столкнула меня с детьми, то есть, этой висковской православной миссии. Некоторое время спустя, где-то в 2002 году, к нам пришел, то есть, я помогал, как бы, готовить публикацию дела висковской миссии уголовной на Кирилла Зайцева Другнис находилась у нас, если вы можете, да, и нам, так сказать, по запросу пришел один священник, которому заказали статью написать про Кирилла Зайцева. Хорошую статью. Вот. Я с этим священником пообщался, он почитал материалы дела, и потом мне сказал, «Завислав Простанович, я не готов написать статью, про Кирилла Зайцев, потому что я вижу, что тут ничего хорошего написать нельзя». Вот. И можно я вам телефон дам одному, так сказать, из руководителя епархии, который мне уже тогда так дал, как бы, за статью. Вот. Но я тогда так верну, я не буду писать эту статью. Потом мне идет звонок от предпоминаний. Судосы такого, которые говорили, «Такие у вас такие там архивные материалы, что вот этот товарищ не захотел отец, там, да, не захотел писать статью». Я ему объяснил, что какие материалы. Материалы, как бы, которые не позволяют написать хорошую статью про это у Кирилла Зайцев. Вот. Ну, еще, так как и покажутся. Вот. И в дальнейшем, можно сказать, заказали статью тот, который в тот момент еще полно не был, доктору Хоровскому, который написал хорошую статью и вышел спорник и фархиальных ведомостей, который прославлял Хоровскую православную миссию, всячески ее беляя. Вот. Но я немножко упустил. Перед этим, в 1999 году вышла книжка в Прибалтии. В Прибалтии написано, опубликована была в Москве. Называлась эта книга «Круги убеленные». Где авторы, вот, они всячески обеляют священников, которые работали в Прибалтийском экзонхрате, да, в основном это Прибалтий были. Вот. После этого еще вышла книга, книга вышла еще в Нижнем Новгороде, так же, как появились. Сейчас, как бы точно началось. Вот. Так, это была книга Корнилова, такого специалиста по Израилу, который вдруг написал книгу «Преображение России о православном возрождении на оккупированных территориях СССР». В 1941-1944 году, Нижнем Новгороде, 2000-й год. Вот. Затем он, хотел бы тоже остановиться, как бы, да, вот, в 2005 году выходит книжка, ну, я опять уже не знаю, может быть, сразу про литературу, с которой немножко, может быть, заскочил вперед, да. В 2005 году выходит книга под названием «Церкаль зовет защиту Родины» тоже доктора наук Скоростова. В этой книжке очень интересно, так сказать, составлена эта книжка, да. Первые сто страниц касаются священников, которые служили в блокадах на Ленинграде и которые собирали деньги на танковые колонны. А триста страниц книжки посвящены скоской православной миссии, то есть священников, которые служили в период оккупации и сотрудничали с немцами. И концовка там идет у него книжки, где-то страниц порядка 100, наверное, это деятельность епархии нашей, как бы, да, 45-46 года. То есть фотографии в этой книжке все перемешаны, так сказать, и не поймешь, где священники на фотографии, как бы, которые на куперной территории, которые в блокадном Ленинграде, да. То есть вот из этой книжки, на мой взгляд, читатель простой, да, ему сложно отличить, так сказать, кто чем занимался, кто помогал им, кто не помогал. То есть общество. Как бы он сделал эту книжку? Примерно в 2008 году вышла книга о вознаграждении истории посвященной православной миссии 41-44 годы. До этого он защитил кандидатскую по этой же теме, да. Вот, и он всячески тоже определяет священнослужителей, которые служили на куперной территории, да, сотрудничали с немцами, но он говорит, они никого не выдавали, и здесь еще проблема у нас такая, да, это связано с тем, что когда-то встретились, они так говорят, да, у нас местало богопорческой власти, в Россию плынула литература эмигрантская, эмигрантских различных эмигрантов, которые служили у немцев, у вас, у компрационистов различных, да. И вот многие историки используют их без, так сказать, критического подхода к этим материалам. Вот. Естественно, да, вот они используют, тут фильм «Полк» не только позже, да, вот фильм «Полк», наверное, многие смотрели фильм «Полк», да, так этот фильм «Полк», например, в основе его взяты, так сказать, воспоминания о священниках Сионова, который, так сказать, собирал сведения о партизанском движении, да, и, так сказать, по показаниям Филила Зайца, начальника псковской миссии, он сообщал ему, и в СД, и в СВИТе. Вот. В фильме, естественно, такого нету, никаких моментов, потом, что этот священник, там, какие-то доносы партизан писал, совершенно нету, то есть, это фильм совершенно тот антический. Вот. Поэтому, чуть позже еще, так, про Шкоровского, он хотел уже тоже забежать вперед, Шкоровский и священник Илья Столовьев выпустили книгу в 13-м году уже «Церковь против большевизма». То есть, в этой книге название говорит само за себя «Церковь против большевизма». То есть, они тут уже показывают, трудно сказать, и объявляют всякие работы вот этих священник-блужителей, которые работали на немцах. И вот недавно, еще в 14-м году, появилась похожая работа на работу Авгозова, это Петрова, с университета, с нашего, да, «Идеологические и национальные аспекты действия православного руководства в Балтии Северо-Западной России», 40-й-45-й, диссертация кандидатов к советских наук. Вот я защитил сегодня поучно, и там, как сказать, полагаю, что я, как один из авторов в публикации, ну так же, как авозный, что я когда-нибудь запишу книгу в том же ключе, в котором у меня были написаны в публикации в начале 2000-х годов. Вот. Ну, я хочу их поздравить, они дождались. Книжка у нас вышла. Вот. Хотя эти материалы, которые у нас представлены на этих книгах, я их, так сказать, искал, на школу, в итоге мы провели процедуру рассекречивания этих документов. Это очень важные документы, которые говорят сами за себя. Никакие воспоминания, они как бы не могут сравниться с подлинными документами, которые были представлены на наших книгах приказах уничтожить, да? Это документы, которые в 1944 году, на имя 1944-го были, так сказать, когда была соброждена Горига, соброждена, сотрудники подразведки смерти арестовали сотрудника экзорхата прибалтийского катона. Он-то, членом ГЭС, еще тоже был, параллельно, как бы, да? И на такой же он рассказал, что ему дали приказ уничтожить этот архив митрополита Беркии. Но он не успел этого сделать. Вот. И сотрудники смерти, конечно, изъяли эти документы. Из этих документов они были переведены с немецкого, которые на немецком были, да? И из них были составлены два бюллетеня, которые полностью вошли в эту книгу. Вот. Один бюллетень называется, то есть они собраны были вступительной статью и вступительной статьей это. Первый бюллетень называется изакхапа германских контрразведывательных органов. Вот. Вот. Имели везyw какие-то документы совершенно секретно. Вот. И призывая первый документ обзор справки по документным материалам объявить Охот8-м отделом управления контрразведывательных о том, германские контрразведывательные органы. Идет, как сказать, публикация самих непотребственных документов. в общем документы очень интересны они показывают связь непосредственно как было с немецкими разведывателями органами и митрополита сергия и других деятелей дороги людей потом дороги людей 2 людей у нас в книжке дороги людей у нас сейчас я иллюстрацию параллельно это фотографии и снижки вот здесь удалось найти интересные подписи митрополита сергия вот как печать выглядела дархана а только по правде вот начальник канцелярии управления который являлся одним из связующих звеньев митрополита сергиев или с немецкими разведывателями и контрразведательными органами ну так же и гражданскими там очень интересная переписка его с немецкими органами ㅋㅋㅋ вот интересная печать декабонент а кстати интересную информацию сегодня с Сковской православной миссии, начальник Сковской православной миссии. Вот интересные документы, которые, пожалуй, тоже представить книжки, да? Начальник миссии, противник Кирилл Зайц, подпись Псков. Вот интересный блок. То есть вот такие блоки у них были с немецкими, ну, замечательно, в углу я бы стоял, немецкая, да? Вот, и вот, истинило, знаете, опять же, присутствие документов. Вот опять же, документ печати Митрополина Битовского, Ауслайд. Ну, на немецком, ну, когда поспорят Кирилл Писку, на немецком, как бы, который идет, документов из Игнархата, с другими там немецкими организациями, такое ощущение, что это вообще структура немецкая какая-то. В принципе, она, как такова, это формально-то и была. Создано. Вот эта фотография передачи иконы книги своего матери. Вот, вот эта интересная фотография удалось найти в одном из архив. Это один из сотрудников сходской православной миссии выдавал деда священника, амороза Ивана Васильевича. В 1936 году занимал должность данного начальника полиции Оленинградской милиции. И был архивистов как архивист и посажен на пять лет. До этого, в 2022 году, получил ордит боевого красного знания, он здесь как раз таки телевизор, за свои ревизионные дела, которые он не совершал. Он собрал пятьсот большевых справок за свои ревизионные деятельности и получил полиции боевого красного знания в 1922 году, представляете? То есть, в 2022 году, единый вереводит боевого красного знания. Вот, это опять он, уже арестованный вот. Ряд документов, письмо комментатору с комментатуру Северска. В русскую православную миссию города Пскова в отношении старшего священника Аморозова и священника Суслова, отоплевого Сусла. То есть, вот это как внутреннее письмо практически получается. Ну, вот это Суслова после давно-домозного, буду отстреливать священник Суслова. Вот, ну что еще хочется сказать? Я не знаю, немного по другому хотел поставить, то есть, в тое выступление. Ну, я думаю, что в принципе у меня еще коллеги есть, которые выступят, наверное, и добавят. Ну все, Павел. Наверное, закончим на этом, наверное. Я, наверное, надеюсь, и все рассказал. Павел Донбасс. Павел Донбасс. А наверное, я хотел, что действительно преоб发现 эту операцию, которой Вы же называете, обеспеченная деятельностью Тесковской миссией, то он подсердяет картинок, для того чтобы люди отходят по твоему маню. То есть, предельно устье на двух студиях, сказать, «Сказать определенно за и не», создать свеотники старых парадоксов, с учетом локароциализма, но у него начало коврикосрепение между МСД и МСМ, еще в индивидуальных примерах локароциализма перевести, тогда все произвели определенные коврикосрепения. На каком-то деле, несмотря на, кстати, даже сейчас была ощущена у Вас на локароциализме веково, да, в 19-м году, и в 19-м году священная православная церковь и припалочная. На самом деле, в священном частичном захватывании и деятельности фисковской православной миссии. Понимаете, очень часто стараются грань между тем, что человек, может быть, ответственным верующим, ведь мы очень не хочем задевать некоторые стороны деятельности, какие-то истории церкви, православной церкви. Вот это вот желание не хотить, оно иногда, скажем, решать объективности те построения, которые, собственно говоря, с инстантом для монографии, с инстантом для монографии, сделают то, что он чинился. И, по-настоящему, я могу не исключительно, так скажем, отдавать исключительно важные защиты к этим людей на пример, которые были созданы в 1945-1945-1945 годах. Конечно, затрагивается лишь только часть, определенную сторону в деятельности фисковских миссий. Только одну сторону. Здесь очень трудно отделить, не забывать, дело от черного. Черный от белого, скажем. Поскольку среди тех деятелей этой... после исправной миссии были исключительно верующими, которые, на самом деле, принялись в действии совершенно в ином случае, чем то, что он предлагал в Танцелярии. Изреки они могли активировать, скажем, срывать тот план, который требуется, кстати, сверху, по выявлению, по служам. По выявлению не было надежных среди местного отделения и так далее. Такие были, действительно, такие люди были, и их было немало. Но, с другой стороны, была некая такая группа из ЗАХАДа, силовательного ЗАХАДа, в обладании с интерполитом Среди, который оставляет в таком документе и, кстати, не вспоминающим, как у меня есть события, но, да, здесь, так сказать, очень сильный от самого ЗАХАДа, из ЗАХАТСЕРГИЯ. Оставляется, такое, мне кажется, фактственное впечатление. Причем, это впечатление возникает не только предыдущих периодов 1941-1944-го года, но и в таком времени, когда, собственно говоря, то, что там митрополитский впервые появился в Сталин в 1940-м году, в свое время, когда он стал, скажем, прибирать рукам власть неползительной партии. Человек, безусловно, как организатор очень талантлив. Но при этом человек, который, собственно говоря, человеку, отдельному человеку, в пастве, в священниках, относящийся не только с высота, а с временем, если вы не бежали. Для него, как человек, это не только длинка, а для него тоже это покаленькая ступенька власть для дополнительного усиления на свой полномочий. Почему Псковская православная миссия на такое название? Человек, который на протяжении 1941-1943 годов упорно боролся за некое сохранение не единственной православной церкви в Балтике, вдруг Псковская православная миссия. Человек, который подчеркивающий всегда то, что он стремится к сохранению внутреннего единства того права возникает. И тем не менее, Псковская православная миссия как некое явное нарушение Псковского права, Псковского укушается на партию митрополита Ленинградского и Новгородского. Но дело в том, что если не будет этой православной миссии в Пскове, то, собственно говоря, развалившиеся эти балки, ставшие независимыми в 1941-1943 годах православные партии в Эстонии в 18-20 лет делают его впечатление свободного Карпата. Для него взаимодействие с немецкими властями это определенное шаг к самому спасению. Лучше я послушаю вопросы. Вопросы, наверняка с ответами. Или в миссии в называлась не так, она называлась православная миссия «восвобожденная в властях России». позже станет скоская называть, потому что она находилась в городе Пскове. и в миссии миссии прошла. Так как первый ряда начала. И безусловно, издание архивных документов поэтому важный шаг в изучении истории. тем более, что это дает возможность не только профессиональным историкам познакомиться с предметом, но и составлять широкому кругу читателей прикосноваться к этой самой истории поэтому только можно приветствовать. Что касается сценок, которые были высказаны и сейчас высказываются другие мнения. Ну, это не совсем мой предмет, конечно. Понятно, что для меня лично понятно, что невозможно в ситуации военного, жесткого военного противостояния невозможно отказаться ни на схватке, ни по обе стороны схватки, ни... точнее, такого рода выбор похожим на индивидуальном выходе, никак не на уровне институциональном и тем более никак не на уровне организации. Справедливость тех оценок, которые давались в деятельности этой миссии сразу непосредственно после войны, конечно, вызывает иногда сомнения, необходимо разделять тех, кто пришел искренне заботиться опасностью, тем, кто пришел из своих личных соображений, там, сотрудничество с властями. Но... я вообще думаю, что... здесь главный вопрос заключается... для меня еще главный вопрос заключается в том, если это история, давайте ее изучать как историю. с источниками, с разными взглядами, с дискуссиями и так далее. Сейчас это предмет публицистики и политики. Ну что ж, в таком случае те, кто этим занимаются, не совсем... и так далее. в любом случае авторам следует сказать большую благодарность за издание и за то, что у нас есть возможность свободно познакомиться с этими документами. Можно Вам? Спасибо. Меня вот интересует... я тоже ознакомилась с книгой, обратила внимание, что о поводах ментропатита мегаторского маконоргского аппарата, там есть рассказывание именно представителей мгновительского заказа, что Депритон не мог? Желал остаться на убеденной территории, что вывал то в северскую, чтобы он просто не так не вернулся, не там дольче в вагоне разделил, но уже погулял дорога, и он вернулся в горе, что в Оглатную Минезрад, то есть как уходы, но это было вот о нем вот так. А как на самом деле есть ли какая-то информация, как действительно митрополит Минезрадский маконоргский и будущий патриар у нас в том, что он? А вот этот вопрос мы предлагаем исследователям, поискать вот это, то есть у нас как-то сборник документов, он дает пищу другим историкам, исследователям, да, которые как раз по самому деле вот этот вопрос тоже интересный достаточно, да, но эти материалы могут быть только в архиве, так сказать, епархии, наверное, могут быть, а могут и не быть. Вот, но это подтверждено, вот эту информацию как раз я у меня из других источников времен войны считал, как-то высок, того периода, как-то документы, это не сейчас придумано, как бы, да, но такая информация была, что действительно он там поехал и хотел якобы остаться, но других подтверждающих, кроме этого документов, честно говоря, я не видел, поэтому я не могу прокомментировать этот документ уже. Я думаю, там еще, это пиезда историков, документы, там, например, много интересных документов, на самом деле, да, вот, в том числе и о том, что говорят, вот, там, Берил Зайц, там, Сергий, помогали партизанам и так далее. Там вот есть несколько документов у нас, да, которые начальник разведки Лаврихев направил, Берилу Зайцеву для того, чтобы он передал им, митрополиту Северке, о том, что он оказался действием Советской Красной Армии, там, да, помогал какой-то информации о немецких, так сказать, частям и так далее, о том, что его попросят. Они что сделали? Они что сделали? Они чтобы помочь партизанам каким-то образом, они это нервным, естественно, информацию передали. То есть, вот, я получил, помимо того, что, кстати, у нас опубликовано еще в начале, там, наглодная записка у Баскина, в которой, говорим-то, как бы, в которой после войны было подготовлено, да, ну, в 44-м году где-то, да, и там было подчислено, что по доносам священников по кисковской правоплавной миссии было расстреляно 144 человек. Вот один анонсов, который там, по-разкакивал австократии, по его доносам вообще много людей расстреляно, там и нет, но в документах видно, что по доносам Абоссова много расстреляны невидно людей, потому что некоторые, так сказать, священники Петров и Сусы, например, которые были расстреляны под доносом Абоссова, они, как бы, не сильно помогали партизанам, и просто отменяли их как где-то под ГВД в основном, и расстреляли. Я в документах видел даже у того же Сусы наш, женщина, она искала своего, ну, кого-то из родственников, и в могиле видел, что лежит священник Сусы, вот этот, она его поздрала, вот, и видел его в мобиле уже на стрельце. Так что, на самом деле, говорят, документы много интересных, которые, так сказать, которые до нас, историки, да, которые, так сказать, пишут в основном в пользу воспоминания коллоконистов различных, да, и других историков, вот, и ссылают они друг на друга уже потом, то есть, сложно разобрать, так сказать, что они там. Вот эти документы, конечно, они не видели, если бы эти документы купили, я думаю, они бы так не писали свои книги, они использовали бы, должны были использовать эти материалы, но они недавно были рассекречены, то есть, вот, в чем еще тоже проблема будет. Я вообще экстонна. И представляю Розерский музей, и у нас в музее, ну, вообще, много работаем, и мы тоже оккупанты, И у нас очень много сделок называемая «Усная история». Мы пытаемся охватить как можно больше еще тех, кто как-то достал в период оккупации. Ну, конечно, это были дети, это подростки, но, тем не менее, информация все равно, что разбирается. И вот конкретно по теме действия, да, действия во время оккупации. Ну, по воспоминаниям, если мы, конечно, понимаем, что это не строгий, как сказать, активный документ, тем не менее, это очень интересно, как воспринимали обычные средовые наши люди, оказавшиеся на оккупированной территории, и вообще вот эту ситуацию в церкви. Ну, во-первых, конечно, им очень нужен был такой ступик, чтобы это оформлял, в общем, это действительно объективно, да. В той ситуации можно было надеяться только на Бога. Потому что они были очень... Трестанский район – это вот просто второй район, поэтому ситуация была достаточно жесткая. Это не Школка, это даже не Молгородский, не там дальше, это вот самая граница. 50 км от Санкт-Петербурга, и с одной стороны Ленинградский круг, с другой стороны Волковский. Волковский – постоянные боевые действия. В общем, это очень жесткая, жесткая ситуация. Да, и постоянно происходят бомбежки с нашей стороны. А бомбежки – обстрелы. Неселение страдает не только от присутствия врага, но и все, что с этим связано, соответственно. Стерровок и много-много другого. Новый вариант этот. Но перед этим еще бесконечные обстрелы, борьбежки, потому что у нас станция Тоснов, станция Любань, станция Навалитина – это все сильно укрепленные функции железнодорожья. И, кстати, это борьба. И люди просто вообще не должны у нас состояния находиться. И надежда только на кухню Тоснов. Конечно, они малыши. Да, на Сусенсе земле до войны были закрыты храмы. Вот закрыт фанаты, по крайней мере. Если осталась церковь Тоснов – это только кладбищенская. Причем это не церковь была, а маленькая сердцовица такая. Прикладбище. И вот приходят немцы. На нашей территории действительно открывается храм. У нас появляются службы, не знаю, как Дювань, Тельгара, Сурсия, там, ну, не знаю, Литмин. И у нас начинает, наконец, работать церковь. Что присутствие не защищает эти храмы? У нас появляется воспоминание, что люди были, понимаете, как-то ошарашенные. То есть они были удивлены тем, что, с одной стороны, люди совершенно хочется слышать это утешение. Наталья Галлова, вот это ваш товарик, который хотел служить у вас недалеко. С одной стороны утешение, а с другой стороны у них было большое помещение от того, что, ну, или это видео, когда возглашают мужчины. И у них какое-то было внутреннее понимание. А в любом случае еще другое воспоминание по прескорению. Мы еще начинаем это пишем. Многие... Вот они приходили в храм и обязаны были хреститься, как кто-то, который возглашает внуки этой храмы. Вот и говорили в священии вот то же самое такое мнение было, что теперь в церкви в священии вот такого не в коем случае не представляли людей хреститься на тот момент, или как-то выказывали свою лояльность, или ничего подобного. Вот они хрестились, должны ли в этот момент. И они нас долго наблюдали. Причем это представители и немцы наблюдали, потому что это представители от имени, что там не видели. И, собственно, не были доносители, или как это сказать, те, кто в церкви, они были в общем так же вели такое наблюдательное наблюдение за факт. Не донкурировали, они наблюдали и слушали этих гостей. Да, да. Они наблюдали за это. И что происходило? Мы хрестились, но при этом в душе просили не будут наши фамилии. Вы понимаете, с одной стороны говорят, официально священник одно говорит, что давайте пришли актоповедители, мы должны исповедовать Гитлеру, как ты только спрашиваешь, а спасло одновременно, формально крестьяне, формально, а в душе говорило, мы хотели победить нашим мужьям, сыновьям. И вот этот раздрай, это совсем не на пользу. Вы понимаете? Хотя и говорят, что были некоторые священники, которые были, ну, такие листовые, не сбужили. То есть самим фактом того, что они находились под сырлом миссии, они уже летом содействовали, не медом содействовали. Потому что при этом, что происходило, они созрали великолепный диагон к немецким войскам. И при этом происходило такое население установки, как сформировалось, что этот режим, он наличный. Поэтому даже из тех, кто не производили проповеди, заведомо, кроме миссии, они все равно, получается, работали на миссии, я ошибаюсь. Наталья Николаевна, некоторые люди, вот тоже вот, ну, некоторые историки пишут, да, что люди плакали от умиления, когда была служба церкви. До допросов, некоторые свидетели говорили, что они плакали не от умиления, а от того, что их доставляли молиться за Гитлера, и доблестную немецкую армию. Вот. А у них были цыновья от Красной Армии, там, мужья и так далее, да. Вот. А сейчас вот те, кто и пишут, да, они там не молились за Гитлера и так далее, но документы вы видели, да, вот они за дело пропаганды, даже вот здесь у нас книги, да, представлен документ, где за дело пропаганды они осуждают, как правильно упоминать Гитлера. Вот сейчас вот как раз вот фотография у нас, на сегодня день освобождения русского народа от болезнь юбидма. А с чего начинались эти праздники день освобождения русского народа 22-го июня. С 42-го года и 43-го года эти праздники проводились во всех оккупированных городах Ленинградской области и Прималтики. И они начинали с чего? С крестного хода, да. Вскоре, например, использовали икону Хитлесской Божьей Матери и так далее. То есть это как бы немецкая пропаганда действовала, как говорили, помогает вот Никита Андреевич просит. Никита Андреевич. Да, я... Понимаете, вот в вашем общении полуправок Станислав Александрович отставили позицию официально, да, то, как ситуацию на оккупированной территории государственной безопасности, что совершенно понятно, особенно, когда мы заладимся на допросы. Я удивился бы, если бы на допросе тот человек, которого спрашивают, свидетельствовали против того, что ожидает следователь. Да? Мы можем с это представить. То есть в любом случае документы, особенно материалы допросов, это намеренные источники. где надо относиться критически. То, о чем говорит коллега Истосна, это материалы личного происхождения, это личность людей, которые это пережили сами. То есть, может быть, могут быть те люди, которые плакали, потому что их заставляли и принуждали, а могут быть те люди, которые действительно удивлялись новые реалии и так далее. То есть, тут никакого противоречия нет. Я хочу вот тут сказать о двух других вещах. На самом деле, вот этот спор, кто про Ашкаровский, или Упасов с Мерковым, или Петров, этот спор, он такой локальный, местный. На самом деле, книг на Жалпаде основанных на немецких источниках по поводу того, как работала немецкая монтографическая машина, включая церковь на эту первую территорию, написано очень много. И там споров нет, знаете, что в освобожденных районах или оккупированных районах Советского Союза, в частности, на северо-западе Российской Федерации и Ленинградской области. Моя Ленинградская область встречалась в Псковскую, Базаровской области. Это была работа подконтрольная служба безопасности СССР и так далее. Для нас этот вопрос приобрел совершенно новое звучание в связи с тем, что мы возвращаемся к Пскову, и одним из этих источников является Пураслав. Совершенно очевидная современная политическая инструктура, которая не позволяет давать точные более-менее исторические оценки тому периодов времени. Вторая вещь чрезвычайно важная состоит в том, что в самом Ленинграде действительно подавляющее большинство представителей церкви были патриотично настроены и выступали в патриотических позициях. И власть, как мы знаем, Сталин использовал как инструмент мобилизации, делал это достаточно успешно. Ключевой вопрос состоит на самом деле в том, как вот эти две части верующих или тех, кто номиновал себя православной церковью, как эти две части могли существовать после победы Советского Союза, когда оккупация закончилась. Что власть, Большой Дом, Смольный, Кремль должны были делать в целом с этим распространенным организацией, которая уже была была. Естественно, когда тот же самый оккупатный получал информацию о деятельности так называемых Ярославных инвестиций освобожденных районов России, рождалось недоверие в отношении тех представителей церкви, которые работали в Январе. Если мы посмотрим сводки о деятельности церквей и приходов у нас здесь в Январе с 44-го года до 45-й год, это нарастающий недоверие. В 45-й год сводка, которая говорит, что народу больше входит в церкви, нежели в партийные клубы. Вот вам итог того, что происходило во время войны. Это угроза. Конечно, это угроза, потому что Советская система тоталитарная система, безусловно. Коммунистическая партия исходила из догмата атеизма, а так как это, естественно, идеологический конкуренция. То есть, сосуществование коммунизма, тереотеизма и православия, оно ведь не могло тем более, что было массой свидетельств о предательстве или антибосударственной деятельности на определенной территории. И судьба отношений центра и государства, она, собственно говоря, молодежь у нас здесь. Вот. чрезвычайно важно, что нашим историкам Ленинградским удалось книгу публиковать. К сожалению, этот проект опять носил такой характер повлиженческий. Наверное, мы знаем, как тяжело сейчас книги издавать. Светлана Константиновичу низкий поклон Александру Ивановичу, который, как всегда, предоставил блестящий комментарий, создавал контекст, в рамках которого можно понять значение этих документов, огромный поклон, он всегда находится в теле, Александру Ивановичу, но ваша твердая рука профессора и доктора, она всегда чувствуется. Спасибо вам за тандем, спасибо за то, что вы это сделали. Спасибо. Может, я немножко с Никитой Андреевичем подспорю? Никита Андреевич, вы совершенно верно сказали про политическое советское государство, но знаете, как великолепно советские власти военные и переиграли немцы. Значит, из нее совсем хорошо здесь присутствует, в общем, что 5-летская католика Христова, с 42-го года должна была быть пистолетка, и все храмы, все малейные дома должны были быть на территории ССС-закрытия. И действительно, когда они поставили на Бравцовском, малейные храмы на территории в области уже 10 лет не было ни одного, храмы есть еще. В Ленинграде, насколько я помню, на 41-й год здесь было два храма. Вот. И в тех, тех, которые мы практически все видели на всех улицах нашего города. Соответственно, такие вот вещи, как комиссионный сибирь, я сначала, я еще определенную, хочу закрывать положительное отношение. Как ситуация это меняется? Товарищ Сталин, это все учел, восстановил батареянство. Произошла первая реабилитация священников и судитов, шейтов, вот, и ситуация сложилась в перерыве. Не помню, в этом, я читал, или это в другом, был опубликован документ, о том, что на пугерной территории верующие верующие очень недовольны тем, что немцы заставляют исправлять службы не по глянскому, а по глянскому фалентарию. И украсть немцы всеми словами, что ученики просто церкви закрывали, но в душу нам не легли. А эти сволочи, мало того, что страну захватывают, так еще и заставляют нас по протестантскому обрятам паспу проводить. То есть здесь вот происходила такая вот система, которая как и меня. И первые годы, действительно, в этой войне даже не было особо таких вот, что ли, даже отрицательных любых, типа как против верующих людей. Да, были отдельные демонстративные акты, там, Михаил Михайлович Каренков из старого века верующего посадили за то, что он пошел, будучи красным командиром на волыне от света, принимать участие в воспевании патриарха Сергия. Но, вот это вот взаимодействие, она была, как в советской власти ну, струилась. То есть, с одной стороны цитическое государство, с другой стороны признанная православная церковь и другие, как бы, религиозные, узаконенные вещи. Видимо, вот этот вот, скажем так, практицизм, я бы даже сказал бы, политический цивизм руко-советского руководства, он как раз и срабатывал на положительный имидж среди определенного института. И я вот здесь, ну, не совсем могу с вами это говорить. А что же касается 30-е годы, это действительно, это, на самом деле, полное запасивание. Это совершенно четко понятно, что никаких бы религиозных бы учреждений у нас в стране бы не осталось, если бы не вторая мировая война. И мы всех бы закрыли, всех посадили. Я бы попал в странные справочники. Не в тему, но очень спешной справочник вызывает и епископы, и митрополит Олмский. Вот, вы не поверите, но, больше всего, митрополитов и епископов по количеству человек было в период 36-го пословом, первого года. Причем, некоторые там даны биографические данные, некоторые так и не прибыли. Ну, я на арабском в последний раз видели Свердловский на железнодорожном вокзале. То есть, так и не доехал. Доехал, и развлечить день того арестового. Соответственно, вот эта вот, скажем так, массовая репрессия, она совершенно четко видела. Поэтому, ну, ничуть не удивительно, что какие-то элементы, естественно, были против Советской власти на СССР, 20 лет Советской власти, они к этому приводили. А вот здесь, три раза, по этому поводу. Спорю, что нельзя полагать, только на одну, и на другую, истину, чтобы цепринзовать. Но мы уникальны, здесь я думаю, что это еще один источник, который нам помогает объективно ответить в прошлом. Абсолютно естественно. Я не слышал. Я вот хотел еще добавить, да, что вот многие дела, вот, Ильич Андреевич говорит, что не всегда, может быть, протоколы допросов там, могут идти в разрез по следователям, это, конечно, не совсем так, на самом деле. Вот многие материалы с уголовных дел, которые по Псковской миссии, по другим делам, где-то порядка, на территории Ленинградской области, где-то порядка 18 тысяч человек, священников, было от каждого регуляции. И они были обоснованно осуждены. Проблема еще состоит в чем, что руководство Псковской правоохранной миссии, я уже не сказал, в 56-м году было регилитировано. Скорее власть и другие были регилитированы. Почему? Потому что, когда они вышли из тюрьмы, в 54-м году и было отказано на пересмотре дело, как-то, да? А в 56-м году, они, когда 10 человек вышли из тюрьмы, у нас сидел, вот, они стали писать везде битва по поводу регилитации. Особенно вот этот критик допросов, который я показывал в форме был, да? Вот. Он стал писать схем и героев Советского Союза, и морей, и у кого-то он не писал. В итоге их дело военная прокуратура стала пересматривать. Этот допросов на вопросах говорил, что его в 44-м году злые следователи били в Италии, не знаю, что там все делали. Вот. и он окривидал тебя. Но все документы, которые, так сказать, в нашем сборнике, в других уголовных делах, в немецких документах, они подтверждают то, что протоколы допросов, того же Апостова, Зайца, и так далее, они имели место на самом деле. То есть, Кирилл Зайц, например, в 44-м году, когда был арестов, еще в Москве, нарушенные показания, где он очень подробно трансфер рассказал, как было на самом деле. Там очень много интересных документов, конечно. Вот. И они как раз переключиваются с этими документами, которые у нас в сборнике. Дело в том, что еще у современной истории, да, Ускаровский, там, Обозный и так далее, они пытаются, так сказать, ну, нападать, ну, не нападать, как бы сказать-то. Короче, они считают, что в 67-м году была опубликована книжка Балилица, вот, Скотская православная миссия, агентура фашистской разведки, там, где прослушки в 73-м году были опубликованы, что они основаны непонятно, на чем написано, пропагандистки и так далее. Но на самом деле в этих брошюрках они хоть и были, как бы с таким, может быть, политическими большим уклоном, да, но в этих брошюрках они использовали и так далее еще неросекреченные документы. И часть из этих документов присутствуют в нашем сборнике. Они оставались, цитировали, цитировали эти документы, которые на сборнике приведены полностью. Вот. Поэтому, я говорю, сейчас вот это, если вы откройте в интернете, какие-то, какие-то, псковские там, не знаю, там, сайты какие-то, посчитайте, там вот эта псковская миссия, кандидатская книжка обвозного, она раздавила все сайты, как-то. И люди, действительно, там многие, может быть, сейчас верят, что, какая красота была на оккупированной территории, как хорошо живось на. Вот. Здесь вот, здесь у меня нету этого документа. Вот. Но во всех случаях, у меня книги в конце приводятся, я нашел два документа о зарплате в тот период, какую зарплату имел Кирилл Зайц, например, и другие священники. Когда люди умирали от голода, они последние копейки несли в эту церковь, Кирилл Зайц получал за зарплату 350 барок. 3500 рублей. Один в десяти, да? То есть это бешеные деньги были, потому что полицейский получал в районе 100 рублей, учителя получали 300-500 рублей. Вот. Учителя тоже в СССР проверялись. Вот. А, естественно, как бы и священники все проверялись, естественно, на днях знаний. Сказал об этом, да? Что и через СССР проверяли, налаялись, в основном брали священников, которые были репрезидированы. А вот это там руководство Псковской правоохранительности, это 14 священников, да, и которые приехали 18 августа в Псков, они были прибалты, которые советскую власть остались всего полгода. Они, как бы, так сказать, и не являлись, так сказать, ну, не знаю, россиянами, значит, россиянами, как сказать, они не могли убить советскую власть, они ненавидели. Даже многие, так сказать, расистские решения все не знали, что это были, как бы, люди, которые ненавидели советскую власть. Вот. И немцы, естественно, использовали для замерения населения в церкви, да, у них на даче было замерение населения на оккупированной территории. И помогать немцам. Вот тут в СССР, циркуляров у них очень много было. Кирилл Зайцев подписывал, МСС спускал информацию, да, скользко говорили, об выявлении партизанского движения, об выявлении недовольных лиц, и так далее, и так далее. Я вот даже случайно вот по поводу воспоминаний, да. Я, когда у меня в 2001 году статья в газету показывал, там про икону Зайцевскую прожиматель, она вышла. И я ходил в архивки на фото документов. И разговаривал с одной сотрудницей. Она мне рассказывает, у меня, как я с его детства, провела в деревне в Сосковской области. Мне бабушка рассказывала, что летом как-то приходит здесь священник в деревню, а после этого священника приходит карательный отряд. то есть вот я, кстати, не говоря, там у меня вот документы они показывают, да, там была заметка небольшая здесь у второго, сейчас это сама. В январе 43-го года немецкие власти разрешили в Сосковской православной миссии пользоваться военной почтой. А зачем? Для того, чтобы сейчас у меня документ или даже быстренько его сейчас прочитаю, циркуляр по выявлению сведения в партизанском движении чтобы немедленно извести местные немецкие власти и сообщать по управлению миссией ИВСД задание составления циркуляра НД было получено и передано в циркуляры миссии. Тех циркуляров, кто составлен первым разлом на разлом Богащином, Добровскому, Савушанову, Тайнову, Ионову, и другим. А Ионов это тот, который воспоминание писал. «Можно я вам просто один вопрос? Как вы думаете, в партии Федерального службы безопасности могут быть какие-то документы, относящиеся к православной миссии, оккупированным проектом в России, которые в позитивном ключе освещают ее деятельность? Как вы думаете? Или все документы будут они примерно одного свойства, как вы цитировали? Вопрос мой совершенно понятный для любого историка. Это ведомство, которое обеспечивало государственную безопасность. И все, что вы будете цитировать, оно будет подтверждать основной ваш тезис, что православная миссия оккупированных Крайменов России состояла сплошь и рядом без сотрудников нескольких смыслов. Это по-другому? Нет, на самом деле не так. Ну хорошо. Нет, вот я даже хочу сказать, что в 44-м году где-то то ли в марте, то ли где-то вышел приказом КВД не было написано черно-по-белому, что сотрудников, не сотрудников, а священнослужителей, которые служили на оккупированной территории подвергать аресту только при наличии достаточных оснований для этого. Не просто так хватает всех подряд, как некоторые говорят, некоторые подпубликации тоже пишут. Было арестован за альцоветскую по статье 58. В основном, да? А 58 она измена вроде была, а 58 здесь пропагандные имитации и так далее. Но в самом деле священников не так-то просто было арестовать. Поэтому вот эти материалы, которые нашел в глаз в горнике, там же они все такие отрицательные. Там и переписки и так далее. Какие были документы, такие здесь опубликованы в этом людей не ведут за речкой. Поэтому там как раз ни где документы они связаны. Там чисто переписка там спрашивается. Вы можете ответить? в том, что в том, что надо профессиональных историков, как Николай Шкаровский, отделять от таких, скажем так, детей, как Константин Атосин. Потому что Шкаровский, ну вы можете не соглашаться, но во всех его произведениях в этом режиме там все-таки присутствует научно-объективно. Конечно, чувствуется некоторое его, как автор, титуционно, симпатия с опренированным вопросом так. Ну, может быть, даже мы можем подвинять его на какой-то традиционный подбор документов во время как он пространчивается. Это просто апологетика. То есть он вообще не рассматривает никакие точки зрения, которые в ролике вы находитесь. Я бы не знаю, что это все-таки историография, она, кстати, иерархическая. То есть кто-то там полностью на вашей точке зрения стоит, кто-то частичная, кто-то там, ну вот, как я про Шкаровск говорил, а кто-то точно ответственно говорит, не читает, честно говоря, невозможно. Ну, понятно, что каждый мегалорист, он врет, он врет, как мегалорист. Естественно, что каждый мегалорист старается себя отделить своих прогнозов, лично же для человека, показать самым непредседательные формы, все, честно говоря, знают, ответные тут немножко более было, кстати говоря, очень интересно было найти техники документы в провинциальных архивах и в САП, где мы говорим о контактах с священником, поддерживающим посудки, потому что там были вот такие, например, хотелось бы увидеть, в конце концов, под эти документы против, там, правового партизанских отряда, которые случились в Савровенске, вы знаете, про инструкцию на уровне советских в Савровенске и в Савровенске в Савровенске и в Савровенске с автоматом и в Халашникове и в Савровенске с которым он дали. Ну, у меня какая-то главная вопрос, что все, что вы пишете, это очень хорошо, может даже и правильно, но как вы описите совершенно другое предъявление, в Савровенске речь православных этот момент пошло служить партизанский отряд, что они от такой хорошей жизни от них к советской власти пошли, а то что произошло. Савровенске в стране реализованы области в стране запрошены Вот здесь даже неправильно люди говорят. Знаете ли руководители другие, у меня тут не право об этом всяких, а не верные и прочее общество Турин, прочее. Чутье народ понимал, чутье. Действительно, народу нельзя тянуть. Неознательно, что он чутье все понимает. Потому что здесь сразу, ну через какую-то время. И здесь то же самое. Хорошо бы выпустить бы вот эти вот документы тоже, чтобы доказывать, еще какие-то документы найти бы. Почему я вот ставлю публикацию этих документов? Потому что документы, они позволяют начать аргументированных слов. Да, вот есть документы, да я согласен. Допросы нужно относить, чем с чего есть. Оторожно. Значит, докладным запискам аналитически тоже нужно отдать. И пишите, ну, без слов, с политическими представителями с определёнными. Но вы, как и в советские ученики, читающие между собой, что их тоже чётко, и можем определить в этих документах, что написано правду и что не написано правду. Старшие наши поколения, читая их передовисту «Голида правду», могло бы сказать, что на самом деле в стране произошло. Не потому, что нам как члены полимерового родителя не перебудут, а действительно, что происходит. Если у нас в Голидах писали, что существуют некоторые недостатки с определёнными состами сыра в определённых районах реабилитационных областей, начинают начать. Да. Значит, сыра уже несколько лет нет в этой области. И все прекрасно понимают. Точка так же и как и сейчас. А сейчас у нас эта шумовая реклама, в которой мы, как уже любители, совершенно чётко можем определить, что правда, что нет. Уже, извините, я немножко в сторону отошёл, но тем не менее, вот, когда вот эту иерархию… Нет, на самом деле, по поводу Ирархии не иерархии, а по поводу Скоровского, конечно, это правильно. Я не говорю, что там консерты. Но он продаёт документы некоторые, немножко в другом, как ракурсе. Это да. На самом деле, Скоровский, вот, по-русски сборники документов составляет. Некоторые документы у него мы нашли, то, что у нас здесь сидит и у вас есть два полных документа где-то, да. Вот. И он в то же время, Скоровский пишет о том, что метрополитергию на том, где-то в Германии там, да, что метрополитергию ВСД направлял фраку обощённую, о которой речь шла у Кирилла Зайта в уголовном деле, да, что ему начисто, по-моему, сведения тут… сведения… подготовил по опитавшему движению Псковской области там, в 43-м году. И эти документы были сведены метрополитом Сергею. А Сергей уже написал догладную записку ВСД. Скоровский её опубликовал. Но тут же он говорит, что это об обощённой зрении, который, так сказать, на местах не вернее какого-то для немцев смысла. Хотя в нем документ написал мне, что циркуляры как бы, да, спускались. А в любви и партизан, и вот заметку в годе немецкая позволяла священникам срочную информацию о том, чтобы появились партизанам в деревне, да, сообщать любому немецкому подразделению, которое находится рядом. Но священник это же, как бы, их не так много было на самом деле. Такая задача сообщать о партизанском движении стояла перед всеми сотрудниками, которые работали в немецкой администрации и на местах. Будь то староста, будь то боль комиссер, будь то там губернатор, и так далее, и так далее. То есть она у всех стояла. Политейские. От священников это было на самом деле единицы. Поэтому все должны были, опять же, были выполнять. Санислав Петрович, один вопрос. Из священников были единицы? Ну, не единиц нет. Единиц нет. Я имею в виду по сравнению со старостами, допустим, полицейскими и так далее. Один вопрос. Понятно, понятно. Просто тогда мы всем говорим о некой обобщенной структуре под названием «Сковской миссии» Питаемся. Точнее вот. Твои хорошая она, плохая, такая седая. Но ведь она состояла из людей, ведь мы люди вели себя по-разному. Люди по-разному довели. Разные. Мы можем вообще в состоянии, в перспективе, проанализировать действия, если не каждого, по большинству. Сколько там было всего сейчас? Ну, тут совершенно разные как бы, да? Примерно. Сотни тысяч и десятки. Нет, какие-то. Сотни примерно. Ну, в первой половине. Вот, нет, я вижу, да, вот. В первой половине тысячи. Сотни. Сотни. Ну, там, сотни там с лишним. Хотя сейчас пишут, там, и вообще, тысячи было там до трехсот или пятьдесят. Ну, это может быть там, со всей. В принципе. Я думаю, это вполне перспективная задача. Было бы желание у историков посмотреть. По каждому из этой сотни спишет. Такой большой объем, чем они занимались. И тогда мы будем говорить о том, как... И второй у меня такой, не знаю, вопрос, замечание. Я еще раз хочу сказать благодарность вам за эту публикацию. Но ведь, судите сами. Вам не кажется, что эта ситуация несколько прозрачная? Вы говорите, прошу, выпускались, 57-го уровня. Понятно, да, авторы знакомились. Но почему все это рассекретировать? Даже у таких материалов. Происходит с таким трудом. А могу сказать, просто это, на самом деле. Не выдавая тайн. А? Не выдавая при этом тайн. Нет. Я, говорю, работал и в экспертной комиссии при губернаторе Санкт-Петербурга, и в ведомственной комиссии. Проблема в чем? Что документы могут рассекречиваться, допустим, только те, которые создали... Ну, подраздели наши, допустим. Я знаю. Конечно. Понимаешь? То есть, допустим, управление... Вот эти документы... Вот эти документы, которые у нас в сборнике представлены... Два пилитения. Они были подготовлены военной и подразведской СМЕРШ. И они бы еще сто лет лежали, если бы я как бы их оттуда не направил куда надо, короче. Потому что Ксковское управление не могло их претекреть. И такая ситуация, как бы... Таких документов много, да? Понятно. Это ваше ведомство на комиссию. То есть, ВВК, оно как бы... Понятно. Это ваше ведомство на комиссию. Но берите вы документы, которые как бы... относятся исключительно к управлению Ленинградском. Они пройдут через ваш ведомство на комиссию. Но рассекречивая их. Простите. Я вам разговариваю, понятно. Да это? Аритарий в другом или так? Нет, но есть определенные документы, которые что-то лежат, рассекречивая. Но есть, которые... И это я понимаю. Но инспекция понимает, что большинство вполне доступны. Мы все время говорим, вот говорим о... Каждый вот такой сборник дается в трудовом. И, конечно, вам показали. Но это... Согласитесь, что это все-таки... Это в труде, этот подвиг. Ну, как бы это надо... Перевести, что ли, на более какие-то нормальные рейсы. И рассекречивать больше. И тогда и будет ясно больше, и о чем он говорил. Иначе мы все время, понятно, ссылаемся на что-то, чего никто не видел. Это неправильно нам нужно. Надо просто больше делать, активнее. Хотя, мол, можно только приветствовать. Подвига нет, но есть какие-то медвестные проблемы, как вот у нас с Александром Николаевичем уже... Александр Ивановичем третью книжку совместно выпустили, да? Вот зимняя война у нас вышла в 10-м году. Документ с МТВД, например. Она тоже не просто удалось. Только у меня поменялся начальник. У меня свое видение было. Публикация и три документа. Но где-то более мы их опубликовали уже. Понятно. Старислав Красневич, Александр Иванович. Но это же неправильно, когда ход публикации исторических источников зависит от позиции, извините, начальника. Конкретного и со всем уважением невысоким. А это жизнь? Это жизнь такая. Ну что, я не могу сказать. Этим аргументом, видимо, заканчивается любая физкульсия. Ну, это здорово.